ну чё ребята всем добрый день значит приехали мы сегодня на коп можно сказать не накопа на наш первый шурф будем шурфить дома так что ребята такие дела находочки и будут мы обязательно вам покажем сейчас найдем домовину старую и начнем потихонечку ладно смотрим также всем друзьям подписчикам передаю огромный привет значит ребят хочу показать начинал я шурфить вот здесь такой шурф здесь заложил и как сам себе сказал что ну до первого сигнала и вот более-менее появился первый сигнал 42 показывает сейчас посмотрим вот она и первая монетка шурфа выпала две копейки 1876 года двушечка ну сохран ничего и сейчас сделаю обзор находочек которые выпали шурф значит выпало мне вот такие вот пластинки железные кусок тарелки завды пускай еще железка 1 вот такой вот колечко вот такая штука я правда не знаю чё за штука нафиг находил такую же только не квадратную треугольную колечко выпало старая лопата ржавая проволока различная зуб отвил потому такая штука с конины с конской упряжи ну вот это наверно с какой-нибудь крынки деревянный круг пластинка железная гильза вот такая вот кусок горлышко обломанной бутылки стакан разбитый так он уже шелушиться начал стакан старый 200 граммовый а вот он был вот так вот такая вот круглая железка еще одна железка вот такую стекло старая не знаю с чего тоже с какой-нибудь наверно бутылки или банки и вот такой вот бутылечек целый маленько пока цены и че удивительно с пробкой пробка внутри как и оттуда только вытащить вот такой вот ребят бутылек шурф я сейчас буду закапывать надоело мне копать больше шурфить я не буду лучше я похожу так что ребят такие дела поле по которому мы ходили его засеяли вот засеяли все буквально наверно вчера позавчера по поле уже не походишь ну а буду здесь ходить похожу здесь тоже когда-то находки были хорошие ладно сейчас я это все закопаю ну и потом до первого сигнала хорошего сниму онлайн режиме закопал я свой шурф начатый блин не понравилось мне шурфить попробую первый раз сегодня пошурфить тяжело все это находочки как бы есть но по полю с металлоискателем я бы наверно монет 5 бы 6 бы уже точно бы нашел сейчас перекурим чая попил и пойдем побродим с металлоискателем так что ребят смотрим какие находки будут и хорошие сигналы обязательно и покажу ну что ребят вот это отошел от машины и сразу первый сигнал сейчас копнем посмотрим вот она сразу монета вылетела вот она вот она первая монетка первая монетка это 5 копеек 1931 года золото партии поэтому я и говорил что лучше пока походить когда монеты есть а шурф уже останется на голодные года нормально начало положено так вот она и еще одна монетка еще пять копеек 1930 года замечательно просто просто вот и мой шурф вот как вы видите его здесь закопал вот здесь одну монетку поднял сразу поднял здесь вот монетку вторую ладно идем дальше сейчас мы этот пятачок пробьем и снова сигнал у нас прям на этом пятачке не отходя как говорится от кассы сейчас посмотрим что здесь выпало а вот ребята выпало такой патрон оба на ребят вот смотрите патрон целый целый и обратно пуля перевернута для чего это делали я даже не знаю кто знает напишите пожалуйста в комментариях много как говорится патронов таких находил почему именно переворачивали без понятия даже я все-таки не здесь копал ребят надо было мне копать вот здесь там по моему какой-то сарай был вот тут и наверно надо было копать мне ладно это в другой раз я приеду сюда ладно идем с посмотрим что-то вообще непонятно выпало монеты что ли а вот она вот она ребят смотрите вот она монетка ничего себе серебрушечка прикольно 1925 года 10 копеек вот такая вот монетка ребят выпало ладно чё идем дальше сейчас этот пятачок еще пробью интересные сигналы будут за снимем как ребята очередной сигнал поступил у нас сейчас посмотрим что у нас здесь выпало вроде на советик воды показывает шляпа какая-нибудь верховая сто процентов кто-то что-то выкинул наверх но уже вот тут вижу вот такая штука часто попадается от гармошки от гармошки бронзовая херня ладно чего идем дальше комрад тут идет через поле как ребят снова подхожу к машине и снова здесь появился хороший сигнал комрады собрались уже чай пить он стоят руки моют а у меня сигнал сейчас копнем посмотрим что здесь а а а а а а а Что-то непонятно, на что-то наткнулся. Ну что, на что я наткнулся, и выпало нам вот такое вот колечко, железное колечко. Но все равно сигнал был монетный, но тем не менее, находочка. Ладно, сейчас чайку попьем еще разок. Ну что, ребята, переехали мы на другое место. Вернее, на это же место, только в другую сторону, в другой угол. И вот, вышел с машины, вот она, наша ласточка стоит. И сигнал. Офигенный сигнал. Земля хорошая, мягенькая здесь. Здесь тоже когда-то стояли домики. Ох ты, блин. Ну, навряд ли это монета. Уже лопата в что-то уперлась. Амоши монета. Ямку закапываем. Ну, сигнал неглубокий был. А нет, ребят, смотрите. Вот она, выпала монетка. Одна копейка тысяча восемьсот. Что-то не видно года сейчас. Тысяча восемьсот восемьдесят. Тысяча восемьсот девяносто четвертый год. Это что у нас, Александр, да? Девяносто четвертый. Николай второй уже, ну. Николаевская копеечка. Хорошее место. Дэн, я же правильно говорил, что надо сюда ехать? Сейчас мы здесь накопаем монет. Друзья, и вот очередной сигнал у меня здесь был. Снимать не стал. Сигнал вообще был стрёмный. Плохой был. А знаете, почему плохой? Потому что монета горевшая. Одна копейка Николаевская. Он вообще плохо. Прям сигналил. ВДИ прыгал. Почему не знаю от сгоревшей монеты. Так что вот одна копеечка. Вот такая монетка выпала. И камера тут ходит, тоже монетку поднял. Ребята, очередной сигнал. Достаточно глубоковато зарыт. Сейчас посмотрим, что это у нас за монетка. Сто процентов. Монета. Ох ты, нет. А, это скорее всего не монета. Уже в что-то воткнулся. Сейчас выкинем это всё в земельку. Почистим ямочку. О, а вот я отсюда вижу. Ребят, вот это бронзовая штука. Видите, какая гайка. Из латуни. Бронзовая хрень. Хорошо сигналила. Глупо. Практически было. Ладно, что. Идем дальше. Ну что, ребята. Очередной сигнал. Монетный. Сейчас копнем. Оба-на. Оба-на. Можешь какой-нибудь. Ох ты, блин. Что-то я цепанул. Эх, надо было побольше взять. Что-то я цепанул, ребята. Что-то непонятно. Где-то что-то здесь лежит. Или наверху что-то валялось. Может пробка какая-нибудь. Может быть пробочка. Вообще не пойму. Что я его вообще не выкопал. Я что-то даже его, походу, и не выкопал даже этот сигнал. Заново придется. Опа. Думаю, сейчас выкопал. Да, выкопал вот этот сигнальчик у нас. Сейчас посмотрим. Что у нас здесь. А, вот она. Вот она нам что выпала. Вот такая вот ложечка. Поварежечка вчера выпала и сегодня ложка. Алюминиевая. Ладно, идем дальше. Ребята, поступил очередной монетный сигнал. Ух ты, блин. И сразу раскрыл камень. И выпала вот такая непонятная хреновина. Ну что, ребята, значит, переехали мы на новое место. Вот такое вот красивое место. Когда-то здесь стояло старое поселение. Посмотрим, какие здесь будут находочки. Травки вообще нету. Тут коровки пасутся ее. Джам-джам-джам-джам. Ладно, посмотрим, что нам выпадет. Обязательно вам покажу. Обязательно выглянем. Ребята, вот очередной сигнал на новом месте. Выпал вот такой двадцатничек. 20 копеек 1943 года. СССР. Ну, деревня СССР. Довоенная еще была или послевоенная. История об этом умалчивает. Так что такая вот монетка. Ну, маленько помятая, убитая. Так что еще походим здесь. Побродим. Посмотрим, что еще здесь будет у нас. Ладно, что, ходим. Ну что, ребята. На этом наш коп пошел к завершению. Стоит невыносимая жара. Ребята устали. Поедем домой. Здесь походили. Я только одну монетку нашел. В следующий раз приедем. Походим. Значит, перейдем к находочкам. Вот это мои находки. Вот это вот конина. Две конины я нашел сегодня. Где-то третья, четвертая была. Потом вот такой циферблат от часов. И по монеткам. Раз, два, три, четыре. СССР монетки ранние. Советы. И три монетки империя. Две копейки 1876 года. Одна копейка 1894 года. И вот убитый, как алик, горевший. Семь монеток я сегодня нашел. Так. Это находки Данила. Молодого кладоискателя. Крестик, лепесток. Копейка. Одна копейка. Непонятно год какой. Год 1832 года. Вот это интересная копеечка. Александровская. 1830 года. Каэмовская. Одна копейка Николаевская. И пуговица убитая. Орлянка. На немок. Продолжение следует...